Официальные российские представители от науки, которых допускают сегодня на телевидении хоть как-то осветить этот вопрос, утверждают, что все это ерунда, и вхождение 12 планеты в Солнечную систему невозможно чисто физически, и уж тем более невозможно участие Нибиру в так называемом параде планет Солнечной системы, который по подсчетам должен состояться 21 декабря 2012 года. Они утверждают, что эта недостоверная информация была запущена уже давно и закрепилась в мире современном с подачи одного европейского писателя, который ссылался в своей книге на вычисление неких тысячелетних циклов, сопровождающихся подобными катаклизмами, что сулят на многие в 2012 году. И исходя из этой информации, явлению 2012 года некоторые приписывают статус идеологического проекта Запада, связанного с так называемым заговором против людей, как и с заговором против России в частности, который по всем статьям действительно имеет место быть, особенно если ссылаться на множество исторических фактов, говорящих об этом. Однако мистики и некоторые ученые по всей планете, принимающие на веру мистический и научный опыт поколений, все же не спешат недооценить влияние Нибиру на общий климатический и психоэмоциональный фон, именуя эту красную планету планетой зла, функцией которой в событиях 2012 года – это быть источником сильнейшего по своим разрушительным масштабам воздействия, Одно из которых связано с повышением солнечной активности, в результате которой разогреется магма Земли, разбудив так называемые супервулканы, пыль от которых способна затянуть небо на несколько лет, лишив нас полностью солнечного света сразу после жуткой жары. Колебания же внутренних масс Земли могут вызвать, по мнению многих, огромное количество наводнений, в результате чего вода должна выйти прямо из земных недр и затопить большую часть суши. Вторая возможная разрушительная функция Нибиру – это выполнить роль урагана, действующего по принципу так называемой «черной дыры», воронка которого, как пылесос, может втянуть в себя с нашей планеты все бестиальные по своей природе нечистые духом сущности, коих на Земле процентов 85, и которые с течением времени были заселены сюда различными неизвестными нам представителями, входящими в контакт с человечеством на всех уровнях. По мнению мистиков, ураган, вызванный Красной планетой, унесет на нее с Земли всех преступников, как генетических, так и просто нечистых на руку людей, наносящих урон обществу и живой планете, исходя из чего можно заключить, что грядет некое время справедливости, функцию осуществления которой по обыкновению выполнят всезачищающие безжалостные силы тьмы, пришедшие вместе с Красной планетой. По мнению исследователей данного вопроса, Нибиру и катаклизм 12-го года, сопровождающиеся парадом планет Солнечной системы, осуществят функцию чистки планеты Земля, освободив ее от разгулявшегося влияния темных сил, воплощенных как в людских сущностях слабых духом, так и в существах, о которых мы можем даже не догадываться. После чего поток должен сойти вместе с уходом Красной планеты, и должна настать эра обновления Земли, встретить которую смогут только больше сотни тысяч людей. И именно людей, никак иначе. А значит, о явлении 12-го года, возможно, стоит говорить не как о наступлении конца света, а как о Берри конца тьмы, перед закатом которой происходит по обыкновению разгул этой самой тьмы. А значит, возможен еще больший разгул криминала и беспредела, где очевидными могут стать конфликты, связанные с национальными столкновениями и столкновениями интересов среди той же неформальной культуры, не исключая также появление локальных войн за ресурсы планеты и из-за дележки сфер влияния. По крайней мере, все это, как и многое другое, включая предупреждение о катастрофах и эпидемии, было предсказано еще учеными и мистиками прошлых столетий, не говоря уже о наследии древней цивилизации Майя, возможно, имевших непосредственное отношение к запуску программы 2012 года. Информацию о чем мы с легкостью обнаружим сегодня практически повсюду. Существует стойкое мнение, что те, кто верят в данные события и собирают материал на подобную тему, также запускают это явление в мир на всех уровнях. Но мнение это легко разрушить, поскольку можно предположить, что еще до нас эти события как проект были запущены или спланированы теми же древними цивилизациями, использующими так называемые разрушительные культы зла или же созидания. Одной из таких цивилизаций, получившей в свое время серьезный расцвет, как раз и была цивилизация Майя, которую в первую очередь можно обвинить в притягивании, возможно, ждущих нас событий, не говоря уже о большинстве известных нам культур и религий, высчитавших начало этих событий при помощи своих научных и мистических достижений уже сотни лет назад. Так что современные исследователи и заинтересованные здесь, думаю, не виноваты. И нам, возможно, придется лишь подытожить исследование предков, став участниками предсказанных ими событий. Также, по утверждению многих исследователей данного феномена, нас может ждать серьезный всплеск природных катаклизмов, бедствий и эпидемий, предпосылки чего нельзя игнорировать. По прогнозам некоторых астрологов и астрофизиков, атмосферные поля, окружающие Землю к весне-осени 2011 года, примут форму яйца, собирая в одной из его частей теплый атмосферный фронт, а в другой холодный, оказывая при этом сильное атмосферное давление на планету и ее климат. Вследствие чего нас могут ждать любые сюрпризы природы, от цунами до резких перепадов температур, свидетельствующие об одном из предсказаний 2012 года о перемене полюсов и наступлении тропического климата вскоре. Вестником чего, без сомнения, было это лето, незадолго до наступления которого еще остановилось теплое течение Гольфстрим, являющийся температурным катализатором двигателя водной глади Земли. В результате чего, как и в результате изношенности озонового слоя, защищающего нас от вредного воздействия Солнца, это лето, возможно, и было столь жарким. И это только предпосылки природного характера. А что говорить о разбушевавшейся преступности и коррупции во всем мире, не исключая нашу страну, а также об искусственном создании и поддержании различных кризисов, связанных с пищевой и энергетической индустрией, где на почве вредительства на прилавке магазинов почти ежедневно попадает протухшее мясо или испорченное масло, выдаваемое за свежее хитрейшими способами, унося сотни жизней вследствие отравлений, где из-за халатности на производстве в море периодически попадают нефтяные отходы или селитра, а первые лица страны при этом с экранов телевидения с уверенностью признают, что развитие человечества, к сожалению, не всегда идет в ногу с сохранением природы. Убежденность в чем на сегодняшний день не может не ужасать своей разрушительной догмой, наводящей на тревожные мысли сотни людей, тем более что поводов для этого сегодня очень много. Вследствие чего, я уверен, необходимо выработать какую-либо тактику защиты от подобных событий, где главной методой, на мой взгляд, должно быть объединение единомышленников, если не с целью остановки происходящего, то хотя бы с целью выжить и защитить друг друга от возможных неприятностей. Ибо я, как и многие, верю в силу коллективного сознания и в силу борьбы за общее право и дело, тем более если речь идет о сохранении природы и той части общества, в котором будет приятно и по-настоящему комфортно жить. В ответ на мои недавние обращения вы часто начали говорить об истинных целях моей деятельности и о том, что многим из вас они якобы непонятны. Мне кажется и глупо называть, когда относительно этого было уже достаточно сказано и написано мной, но если этого мало, то извольте. Вот моя истинная цель, о которой вы так стараетесь узнать больше. Я хочу жить не в мире идиотов, поощряющих существование преступников в стране, особенно со стороны иммигрантов, что вдвойне оскорбляет гордость страны и славянскую нацию в целом, а в обществе, которое чисто и идеологически не сможет допускать подобных преступлений, досконально изучив темную природу людей и явлений. Такое общество, по моему мнению, становится готовым к отражению удара в любых ситуациях и уже не позволит себе подселять в мир людей различные воплощения бестиальных сущностей, проводя четкий контроль над их смешиванием с формацией человечества. Умея четко определять и выявлять преступную суть и хуже по внешним признакам. А для этого люди должны эту природу тщательно изучать. И мистика, за которую я сетую вместе с современной психологией, открывает многие ключи к познанию дурной природы, затесавшейся среди людей, грамотное изучение которой позволяет быть информированным, а значит защищенным от зла, что очень важно в так называемую эру разгула тьмы накануне ее конца, который, возможно, действительно будет происходить через глобальный социокультурный и природно-экономический катаклизм, наступающий по многим версиям из различных источников именно в 2012 году. Многие спрашивают, а что если ничего не произойдет, считая, что данную информацию я использую в помощь поднятия собственного авторитета и усиления имиджа на базе моей философии? Отвечаю, если ничего не произойдет, хотя это уже происходит, у человечества не будет шанса самостоятельно ничего поменять. Разве что только втянуться в очередную войну или революцию, на что не каждый способен, учитывая еще, что и война нужна далеко не всем, а только двинутым на насилие и тоталитарности. Да и мероприятия эти всегда проводились, провоцировались и финансировались исключительно хищными представителями тайных обществ и магических орденов, как темных, так и светлых. И сегодня даже они единственное, что смогут сделать, это опустить все на самотек, что с успехом, как кажется, и происходит, характеризуя эру разгула тьмы, где зло продолжает делать свое дело, а добро покорно ждет развязки, уповая на различные духовные методики вроде религий, йоги или бардовской песни о спасении морских котиков. Если ничего не будет, то все останется по-старому, и адская система по-прежнему будет пить соки из народа и его планеты, кормя нас обещаниями о лучшей жизни, при этом лишь сея этим злость и недоверие к властям. Только эти времена, по мнению многих, способны внести ясность в жизнь людей и самой планеты, поэтому как с разрушающей силой сюда идет и сила справедливости, которая все расставит по своим местам, и поспособствует усмирению разбушевавшегося зла, низвергнув его туда, откуда оно, возможно, придет. Многие верят, что в разгар данных событий прямо с ним и сойдет Иисус Христос, которого видят абсолютно все, даже те, кто в него никогда не верил, или имеет другие религиозные взгляды. Я думаю, это станет лучшим и для многих последним доказательством того, что мистическая природа человечества все же имеет место быть, тем более, что деяния пришедшего сюда Христа будут якобы еще и связаны с трансформацией материи некоторых представителей человеческой расы, вследствие чего кто-то, возможно, будет воплощен в звериную сущность и будет оставлен здесь для дальнейшего духовного развития, а кто-то будет наделен божественными качествами и будет править новым народом на обновленной земле. Также человечеству будет дано открытие нового измерения и пространства, через которое будет совершен так называемый переход в другой мир, более высший по своей метафизической организации. По мнению мистиков, это событие на Земле еще со времен полубогов ожидается душами уже миллионы лет, так как это событие сможет осуществить слияние некоторых душ обратно с Творцом, то есть с нашим первоначальным Абсолютом, что нарушит реанкарнацию и нахождение души на одном месте в течение уже нескольких тысяч лет, полуждая по кругу земных перерождений. Для выживших же, мир, где многие смогут передвигаться по планете даже летая, многое изменится полностью, и все придется начать с нуля, поднимая новую цивилизацию на камнях, не имея привычного комфорта, дарованного губящими планету технологиями, отсутствие которых после возможного катаклизма поспособствует обновлению материи планеты. Также по утверждениям исследователей данного вопроса, в этот период возможен прямой контакт человечества с так называемыми внеземными цивилизациями, некоторые из которых наконец-то себя откроют нашему взору и, возможно, многому нас научат. Тем более, что многие исследователи проблемы НЛО утверждают, что подобные проявления носят как раз-таки земной характер, что говорит о постоянном пребывании различных рас высокоразвитых сущностей на Земле с течением всего времени развития планеты и человечества в целом. Правда, они во все времена оказывали весьма разное влияние на ход событий на Земле, и официальная наука явно не исключает их пребывание здесь, анализируя происходящее. Как нельзя отрицать не последнюю роль этих существ, возможно, в событиях 12-го года. Сложно сказать, насколько радужное будущее будет ждать нас, но каким бы ужасающим не было все происходящее с точки зрения всех духовных премудростей, все это был и есть только наш выбор. Сознательный выбор падения не только в технократию, но и в собственную духовную глухоту и спячку, которая, безусловно, на протяжении веков поддерживалась кем-то неуловимым, оказывая вредное воздействие на планету и ее обитателей. И это вредное воздействие за последние несколько лет может усилиться. И я прошу вас быть готовым к этому и контролировать себя, дабы не наломать дров и не упасть еще ниже, чем сегодня. Это я говорю вам, чтобы вы ни в коем случае не отчаивались и не искали виноватых в своих неудачах о непонятных психопатийных состояниях, рост которых в обществе не исключен вследствие названных выше факторов. Я прошу вас помнить об этом и не поддаваться на различного рода провокации, пугающую и злящую вас информацию о тех или иных событиях, включая выставление официальных властей не в лучшем свете. Поймите, что кто бы не пришел завтра к власти в вихре возможного социального хаоса, не факт, что он будет лучше сегодняшних, уже привычных нам правителей, ибо сознание человечества еще не поменялось должным образом, чтобы власть для народа была безупречной во всех отношениях и не вызывала гнева. Таковы люди и опасное влияние на них социального неравенства в условиях экономически и культурно сложных. Да и в России русский бунт всегда был бессмысленным и беспощадным. И было бы неплохо, чтобы мы все, как народ, так и власть, помнили об этом и не допускали хаоса, удовлетворяя требования и нужды друг друга с учетом всех интересов и национальных особенностей в частности. По крайней мере, к этому нужно стремиться, ибо война нужна только психам. Не будьте ими ни теперь, ни в 12-м году. Оставайтесь людьми во всех ситуациях и уверен, Бог не оставит вас в трудную минуту. И заботьтесь о своей безопасности и о безопасности близких сами, если считаете, как и я, что этот мир похож на воплощение ада. Ведь сущности, готовых причинить вам вред, возможно, может появиться еще больше в ближайшее время, учитывая весьма нерадужные перспективы на комфортное существование на планете. И, возможно, разглядев этот ад и предпосылки его появления, вы сможете принять этот мир как есть. И у вас появится возможность и стремление попасть куда-то в более приятное место, чем тот мир, который мы уже, как мне кажется, потеряли. Продолжение следует...